Добрый вечер! Мы продолжаем свой рассказ о программе цифровой трансформации образования на доске и при помощи камней. Предыдущий рассказ вызвал справедливую критику. Нам сказали, что вот, конечно, здорово, что у тебя там всякие камни, доска, но есть замечания. Что бы ты хотел сказать вообще своим рассказом, если одним предложением? А чего-то у тебя зеленые камни такие маленькие, что разобрать, что на них написано? И идет твой ролик долго, мы забываем, о чем ты, в общем, собирался нам рассказать. Главное, что если метафора углов, она интересная и хорошая, то метафора камней, особенно когда ты их начинаешь накидывать много, у тебя их там появляется все больше и больше, она нас совершенно путает и мы забываем, что же собирались узнать. Поэтому, если бы углы мы оставили, сделали бы 3,5, то было бы лучше. А еще лучше было бы, если ты не отвлекаясь на дисциплины, рассказал бы, что в каждом углу узнает выпускник программы, что он с этим знанием будет делать. А уж как это будет сделано, дело твое и дело программы. Давай мы пока сосредоточимся на том, что будет уметь наш выпускник. И это справедливое замечание. И мы попробуем сегодня про это поговорить. А теневой посыл сегодняшнего выступления, он в том, что не так важно, что придумано. Очень важно посмотреть, а как люди думают, как они придумывают те или иные вещи. И поскольку мне думать без объектов, без предметов всегда трудно, то я сегодня попробую посвязывать углы и узлы не с дисциплинами, а с конкретными персоналиями, которые, мне кажется, как раз думают педагогически, управленчески, вычислительно и системно. И вот у нас доска, поле, на котором мы раскладываем наши четыре угла различного рода мышлений. И мы их сейчас добавим на поле, посмотрим на них. И дальше я попробую обозначить персоны, которые, по-моему, как раз помогают нам показать, а чему могут научиться люди в этих углах. Когда они будут общаться, например, с Александром Юрьевичем Уваровым, который для меня просто вот такое педагогическое мышление, а с Натальей Киселевой, которая между, скорее всего, управленческим и педагогическим, а Людмила Рождественская для меня просто вот эталон такого педагогического технолога, который про это думает, доносит людям, показывает вообще чудесно. Управленческий угол. И здесь у нас Алексей Карлов, Татьяна Абанкина. Плохо я понимаю этот угол, но ценю этих людей, потому что они могут этому научить. Вычислительный угол, вычислительное мышление – это Алексей Незнамов и Ольга Максименкова. Не знаю, как их подвигать куда. Скорее всего, к образованию. Они будут смещаться постепенно к центру, и мы будем добавлять туда новых людей. И угол системного мышления – это Анатолий Львенчук, это пропион Медведева. И вот тут у меня еще фигура Евгения Волкова. Я думаю, что он как раз на стыке между педагогическим и системным мышлением. Понятно, что это первый такой уброс, мы говорим. Вот, у этих людей вы можете научиться думать, и потом мы можем смешать. Вот это, конечно, странная идея, что мы можем перемешать разные стили мышления, и потом у нас получится некий такой гибрид, который приведет к созданию выпускника. Но, тем не менее, это первый такой уброс новых камней на доску. И мы можем сказать, а что у нас так мало камней сюда, давай придумаем, кого мы можем сюда добавить, чтобы они помогли обустроить нашу площадку и сделать ее еще лучше.